Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Кокорина и коротко о главном. Как в фильмах про апокалипсис. Горим ужас со страшной силой. Дороги не видать. Регион окутало дымом. Зафиксировано четыре сотни пожаров. Есть ли пострадавшие и что стало причиной возгораний. Обещал покровительство, как в лихие 90-е. Начальника омской полиции Евгения Быкова поймали на взятки. Хоккейные страсти по космическим ценам. Авангард открыл продажу билетов на шестой матч финала Кубка Гагарина. Почему раскошелиться придется не всем. В ЗАГС идти не хотел, но и убивать не собирался. Омичу, который до смерти избил беременную подругу, вынесли приговор. И в благодарность за спасение. В Омске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Омичам запретят сжигать траву и мусор, а также готовят на огне в необорудованных местах. Уже завтра в регионе начнет действовать особый противопожарный режим. Так что нарушителям грозят штрафы. Тем временем неосторожное обращение с огнем уже стало причиной массовых возгораний. За минувшие выходные пожарные выезжали на вызовы почти 400 раз. Задействовали около 2000 спасателей и больше 500 единиц техники. Денис Ионос собрал по стаи мечей в социальных сетях. Пожар даже чувствуется, да, прямо здесь, например. Очень сдержанно описывает происходящее за стеклом водитель этого авто. Путешествие по левому берегу в выходные больше напоминало кадры из фильма «Апокалипсиса». Свидетелями этого огненного Армагеддона стали практически все жители города. Столбы дыма были видны за десятки километров. Пламя вспыхнуло в субботу. Работу пожарным усложняли множественные очаги и ветер. Справиться с открытым огнем спасателям удалось только накануне вечером. Горим ужас со страшной силой. Дороги не видать. А это дорога Щербакуль-Черлак. Водителю приходится буквально вслепую пробираться сквозь дымовую завесу. Страх перед огненной стихией испытали и авторы этого видео. Кадры огненного зарева сняли жители поселка Черемуховская. Люди боялись, что пламя перекинется на дома. Ежесуточно при космическом мониторинге выявляются сотни термических точек в городе и области. 24 и 25 апреля их было 858. Зарегистрированы лесные пожары, больше половины из которых находились в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Угрозы перехода огня на населенные пункты не было. В 90% возгораний причина неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС. И уже завтра всех тех, кто не думает ни о своей, ни о чужой безопасности, начнут штрафовать. В регионе начнет действовать особый противопожарный режим. В этот период костры, открытый огонь для готовки, сжигание мусора, травы и листвы под запретом. Нарушителей ждут серьезные штрафы от 2 до 400 тысяч рублей. Продлится противопожарный режим до 27 июня. В Омске с крупной суммой денег задержан начальник городской полиции. Силовики официально подтвердили, что Евгений Быков подозревается во взяточничестве. В кармане полковника нашли 300 тысяч рублей. По версии следствия, Быков и его подчиненные получили через посредника от бизнесмена крупную взятку. Больше 3,5 миллионов рублей. Замен они обещали предпринимателю покровительства. По неофициальной информации, откупиться деньгами пытался владелец сети массажных салонов. Подельника Быкова также задержали с поличным. Теперь оба взяты под стражу. В изоляторе они проведут два месяца. Грозит подозреваемым во взяточничестве до 15 лет колонии. Напомню, начальникам городской полиции Быкова назначили осенью 2019-го. На хоккей за полсотни тысяч рублей. Омский «Авангард» открыл онлайн-продажу билетов на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина по космическим ценам. За место на трибунах придется выложить от 20 до 50 тысяч рублей. Но только тем, кто впервые зарегистрируется на сайте клуба. Сделано это специально, чтобы защитить фанатов от перекупщиков. Предполагалось, что некоторые дельцы могли выкупить доступные билеты, а затем перепродать их втридорога. Для постоянных болельщиков ястребов в зарегистрированных системе цены более приемлемые – от 2 до 5,5 тысяч рублей. Итак, после четырех матчей счет между ястребами и армейцами равный. Вырваться вперед красно-бело-черные попробуют уже сегодня. Пока же болельщики обсуждают субботнюю игру «Триллер». Так встречу уже окрестили в соцсетях. В список травмированных пополнили сразу два форварда – это Андрей Стась и Кирилл Семенов. О состоянии игроков и настрой на матч Андрей Блохин. Главный вопрос сегодняшнего дня, вернее, сегодняшнего хоккейного вечера – что у «Авангарда» с линией центральных нападающих. Вы помните, да, что четыре тройки нападения – значит четыре центра форварда. Два из них выпали во время прошлого матча. Не играли Стась и Семенов. Даже был вынужден выходить на месте центра, никогда на этой позиции не выступавшей молодой игрецю. Что сейчас? Стась точно не сыграет, его даже нет в расположении команды сейчас. Что касается Семенова, то я думаю, вопрос о его участии будет решен в ту или другую сторону буквально за полтора часа до начала игры. В случае чего центра может сыграть экстренно вызванный из Новокузнецка наш молодой нападающий Александр Еремчук, который только что завершил свои выступления в высшей хоккейной лиге, завоевал там серебро. И вот буквально вчера примчался сюда, в Москву, слился в гостиницу и утром уже вышел на лед, он тренируется, он готов сегодня заменить кого-то из центров. После игры мы вышли, там, собрание в раздевалке, там, тренер Паврусов сказал, а потом я телефон включил, и мне сразу Игорь Доришкевич написал, что вот, надо помогать, травма. Ну, там как раз игра была с ЦСКА в это время, и Андрей, стоясь, получил в голову, он говорит, вот, надо помогать, и сразу билеты купили, и все. Я в Сан-Томансийске, в Новокузнецкому всей командой, и вот через три часа посидел в аэропорту и прилетел в Москву. Во втором раунде, в первой игре у нас сразу три травмы, там, центральный нападающий травм получил, одна дисквалификация была, и мне вот подошли, спросили, в центре умеешь играть, я говорю, да, без проблем. И все, вышел так и в центре, и провел. И то же самое здесь сейчас получается? Ну, здесь, как сейчас Боб посмотрит, если надо будет позицию закрыть, то с удовольствием. Это слова Александра Еремчука, который буквально рвется в бой, вообще, настрой у команды потрясающий, все все понимают. До золота осталось сделать всего-навсего два шага, и я верю, они сделают эти шаги. Сегодня ставлю на очень сложную, жесткую игру. Все решится, я думаю, снова в овертайме. Я верю, что все решится в пользу нашей команды. Ну, я добавлю, пятый матч серии «Авангард ЦСКА» 12 канал покажет в прямом эфире. Трансляцию смотрите в 22.15 по омскому времени. Не пропустите. Скейт-парки, фудкорты и скамейки будущего. Сегодня в Омске сортовало голосование за проекты благоустройства. А мечи могут выбрать, как изменится в следующем году, сквер имени Панфилова, площадь Лицкевича, старозагородная роща, а также территория вдоль улиц Моторной, Сибирский проспект и Гашика. По каждому объекту разработали два дизайн-проекта. В них не только авторский взгляд на то, какими могут быть эти скверы, но и пожелания мечей. Больше тротуаров для прогулок, яркое освещение и много зелени. Выбрать лучшие проекты мечи смогут до конца мая на портале 55городсреда.ру. Чтобы оставить свой голос на сайте, нужно пройти регистрацию. Нужно будет жителю оставить свою фамилию, имя, отчество. Собственно, электронную почту, если есть, и номер телефона. После согласия по голосованию придет уведомление о том, что номер нужно будет подтвердить. Помогут в регистрации и ответят на другие вопросы по голосованию волонтеры. Они уже начали работать в общественных местах, торговых центрах, поликлиниках, отделениях МФЦ и культурных объектах города. У нас будет бейдж, футболка, планшет, листовки, баннер. Два человека на точке. Задача волонтеров – проинформировать жителей о том, как проходит проект, в рамках чего он запущен, как можно проголосовать, где можно ознакомиться с полной информацией о проекте. Это основная изначальность волонтеров. Сделать выбор о мячей призвал губернатор. Александр Бурков отметил, то, как будет выглядеть наш общий дом, зависит сейчас от каждого жителя региона. Сегодня стартует масштабное голосование по отбору территорий, которые будут приведены в порядок. В городах Исселькуль, Калачинск, Итара. И за дизайн проекта благоустройства пяти площадок в городе Омске. Нам, жителям, предстоит самим решить, как в следующем году преобразится наш общий дом. Еще древние говорили, что город – это не улицы и стены. Город – это люди. Именно от нас с вами, от нашей активности и неравнодушия каждого, зависит облик наших любимых парков, скверов и площадей. Я призываю вас принять участие в голосовании. Это самый простой способ внести свой вклад в развитие Омска и наших малогородов. Уверен, вместе мы сделаем их комфортными и удобными для жизни. В общегородском субботнике приняли участие больше 100 тысяч мячей. Грандиозная уборка прошла в выходные. Очищено полторы тысячи гектаров городских территорий. С улиц Омска вывезли семь с половиной тысяч кубометров мусора. Это примерно 750 камазов. Навести порядок выходили сотрудники предприятий, студенты и школьники, управляющие компании, общественные организации и многие другие. К уборке присоединились и те, у кого на первый взгляд и вовсе нет свободного времени и бизнесмены. Они отложили бумажные дела и вместе с коллегами вышли на городские улицы. Кстати, к субботнику предприниматели подошли ответственно. Еще за несколько недель до дня их создали карту самых загрязненных мест, опубликовали ее в интернете и позвали присоединиться всех желающих. А чтобы хлам потом было легче утилизировать, бизнесмены прослушали лекцию о раздельном сборе мусора. Корень слова «предпринимать». Это те люди, которые в принципе крутят мир, которые реальными действиями что-то делают. Мы это прекрасно понимаем. И все ребята в Омске, с которыми мы дружим, общаемся, абсолютно молодые, активные и, естественно, социально активные. И все откликнулись настолько с позитивом, не надо было никого уговаривать, я просто предложила. Все с удовольствием собрались. За решетку на 18 лет в Омском областном суде поставили точку в уголовном деле Дмитрия Васюковича, убийцы и беременной омички. Напомню, обвиняемый и потерпевшие долгие годы состояли в свободных отношениях. Васюкович не любил девушку и не хотел связывать себя с семейными узами. Однако его подруга решила иначе. Без его ведома перестала принимать противозачаточные препараты, забеременела, а затем поставила любимому ультиматум – свадьба или алименты. Между ними вспыхнул скандал, и обвиняемый до смерти забил омичку металлической трубой. Свою вину Васюкович признал лишь частично, настаивал, что девушка напала на него первой, а преступление он совершил в состоянии аффекта. «Страна обвинения до последнего настаивала, что убийство МИЧ планировал и лично принес в квартиру девушке металлическую трубу. Защита оспаривала эту версию. Судья поставила в дебатах точку. Преступление было непреднамеренным». Неоспоримых коллег у сыщиков нет. Не поверил служитель Фемиды и в легенду о помутнении рассудка. Заключил, что Васюкович напал первым, отдавал отчет своим действиям и, вопреки заверениям, желал девушке смерти. Однако смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной и слабое здоровье матери обвиняемого. А оттягчающим поджог. Его МИЧ устроил в квартире жертвы, пытаясь замести следы. В итоге Васюковича не приговорили к пожизненному, как настаивал адвокат потерпевшей стороны. На 18 лет отправили в колонию строгого режима. Этот срок меньше, чем запрашивал и прокурор, но решение все равно не удовлетворило сторону защиты. Дмитрий, Вы с приговором согласны? Да, да, мы будем договорить апелляцию в части квалификации. То есть, наша позиция по эффекту не была услышана. Все это надея на ручке, это касается. С благодарностью за спасение сотни МИЧ собрались сегодня почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Присоединились к ним и первые лица города и области. Глава региона Александр Бурков и мэр Оксана Фадина возложили цветы к ангелу-хранителю, памятнику героям-ликвидаторам катастрофы. Сейчас в Омской области проживает почти тысяча бывших чернобыльцев. Почтить память погибших для них очень важно. Сами понимаете, карантин был, мы не могли себе позволить такого. Сейчас есть ослабление, поэтому, если обратили внимание, что у нас все время раза в два-три больше людей приходило. Поэтому люди соскучились по этому мероприятию, по памяти о своих сослуживцах, товарищах, вот с теми, с кем они ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС. Сегодня активистов Омской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» за проявленные героизм и мужество благодарственными письмами правительства региона наградил министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. С каждым годом последствия взрыва радиация забирает все больше ликвидаторов, разрушая их здоровье. Но оставшиеся в живых продолжают говорить об экологической безопасности, рассказывая Чернобыле школьникам. Напомню, одна из самых страшных техногенных катастроф в истории произошла 26 апреля 1986 года. На Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Радиация распространилась не только по территории бывшего Советского Союза, но и по Европе и даже Америке. Спустя 35 лет во всем мире вспоминают последствия катастрофы. Для ликвидаторов те жуткие события, словно кошмарный сон. О них рассказал 12-му каналу Владимир Балахонов. Он одним из первых увидел настоящий ад внутри реактора 4-го энергоблока. Его воспоминания смотрите в вечернем выпуске «Часа новостей». И вот какие материалы еще покажем в 19.30. Больше года сидят без зарплаты. В редакцию 12-го канала обратились омские вахтовики. Полгода люди возводили объекты в Калининграде, но положенный гонорар до сих пор не получили. Стали задержки по суточным оплатам, ну и так далее. Начались обычные завтраки, нет денег и нет перечислений. Добиться справедливости не удается даже в суде. Дело в том, что суммы, прописанные в трудовом договоре, в разы ниже обещанных. И такие случаи не единичны. Так, в 2016-м в тысячах километрах от дома застряли работники рыбзабода «Шикотана». Подобный скандал разгорелся и во время строительства космодрома «Восточный». В обоих случаях мешаться пришлось президенту. Сбои, которые сейчас идут по выплате заработной платы, абсолютно недопустимы. И, безусловно, никто с этим мериться не будет. Можно ли вернуть обещанные деньги и как защитить себя от подобных подстав? Дарья Шадрина изучила особенности работы вахтовым методом. Поросли пылью в собственных домах. Жители омских многоэтажек недовольны работой коммунальных компаний. У нас пол не моется, ни коридорные проемы, ни окна. То есть уборка не производится. В черном списке набившая оскомину у Калиева бережья, а теперь и Ленинская. Обе принадлежат экс-депутату, включенному в реестр коррупционеров Юрию Федотову. Собственники жилья уверены, задача этих компаний и их владельца – лишь обогащение. Свидетельство тому – завышенный тариф и нежелание проводить капремонт и регулярные счета за несуществующие услуги. Недовольство омичей выслушала Екатерина Балучевская. В Омске расцветется от памяти. Омичи присоединились к международной акции. В Парке Победы высадили 50 кустов яблонь и лип. Лопаты в руки взяли волонтеры, сотрудники мэрии, правительства и законодательного собрания. Вообще же, в нынешнем году в рамках акции в Омске высадят больше 7,5 тысяч деревьев. Накануне 9 мая 250 саженцев яблони украсят улицу в 60 лет Победы, а 80 хвойных кустарников можжевельника высадят на территорию у памятника омичам-труженикам тыла. Осенью новые деревья появятся на улицах Ватутина, Перелета, Конева и Бульваре Иванишка. И последнее. Омские спортсмены стали лидерами по количеству золотых медалей на межрегиональном турнире по самбо. Его проводят в память об Александре и Никите Петровых. Известный журналист и сам занимался самбо и перевивал любовь к этому виду спорта своему сыну. В августе 2006 года вся семья погибла на Алтае в результате разбойного нападения. С тех пор на родину Петрова ежегодно съезжаются спортсмены из разных регионов страны. Петр Смольников расскажет. Легендарный спортзал стадиона «Динамо», где начинал свою спортивную карьеру, прославленный самбист, кумир сотен мальчишек Александр Пушница. В минувшую субботу здесь состоялось открытие 15-го межрегионального турнира по самбо в памяти Александра и Никиты Петровых. И кто знает, как может именно это соревнование станет трамплином для юных спортсменов на пути к Новым Высотам. Перед стартом соревнований возложение цветов к мемориалу и послание от имени губернатора. Настоящий самбист никогда не начнет конфликт первым. Не будет применять силу против слабых и защитных. Первые на татаме с мастер-классом ветераны самбо Олег Николаев и Валерий Иноземцев. Следом проявили себя и юные спортсмены. Всего около 130 борцов. Хотел бы поблагодарить, кто стоял у Истоков, организацию проведения этого турнира. Конечно, очень здорово, это нужно, потому что на самом деле память обязательно нужна, память будет жить на этой семье. Я их лично знал, тем более мне это дорог турнир. Каждый старт, каждое новое соревнование, во-первых, просто так не проходит. Это всегда идет с пользой, потому что повышает число спортивное, повышает уверенность у каждого спортсмена, у тренера, особенно у спортсмена. Потому что такие соревнования нужны. Юный возраст участников, им по 13-14 лет, не помешал самбистам настраиваться к предстоящим стартам предельно серьезно и решительно. У тебя скоро бой начинается? Да. Насколько волнительно? Я не волнуюсь, я выиграю бой. Больше всего золотых медалей взяли воспитанники омского спортивного клуба «Витязь». В состязаниях между девушками амички тоже доминировали. Взяли три золота в четырех категориях. Победителям вручили не только медали, но и комплекты форм, а также атрибутику спортивного общества «Динамо». Турнир достаточно большой, сюда приезжает много человек из разных городов и хорошие призы. Турнир пронизан таким чувством патриотизма и чувством ответственности. Ответственности нас, взрослых, за ребятишек, а их ребятишек, восприятие тех вот смыслов, которые как бы вкладываются в эти соревнования, в этот турнир, в это действие вообще в целом. Те, кто 15 лет назад участвовал в первом турнире, уже стали профессиональными спортсменами и добились успехов. И кто знает, быть может, кто-то из нынешних юниоров в будущем будет представлять Россию на крупнейших международных соревнованиях. Кстати, в эти дни омские самбисты представляют регион на первенстве России в Армавире. Петр Смольников, Владислав и Виктор Осинцевы, 12 канал. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру, там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Итак, завтра, 27 апреля в городе Пасмурно. Температура ночью плюс 2, плюс 4. Днем от 6 до 10 градусов выше нуля. В районах облачно. В ночные часы термометры покажут 2,5 градусов тепла. В дневные – до плюс 9. Ветры юго-восточные – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин